Добрый вечер всем нашим зрителям! В эфире понедельник и новая программа Дожили мы до понедельника И наша программа сегодня С юбилеем выходит Десятая Добрый вечер и вас с нашим юбилеем Мы рады что Десять раз мы уже в эфире побывали Надеемся на дальнейшую сотрудничество Десять раз мы вам нужны Десять раз мы вам были нужны 370-3101 наш телефон Сегодня работает он на протяжении нашего эфира Смотрите нас Участвуйте Я напомню что у нас еще есть фейсбук Куда прямо во время эфира сейчас 18 часов 30 минут Прямой эфир можно задавать вопросы Уже там я вижу есть пару вопросов На которые мы постараемся ответить Но Кальянова так точно Я хочу о примерах сказать Может связано ли это с десятой передачей Вот здесь вот прямо на углу Миронова и Сильпой Когда я шел на передачу я пешком хожу Из иномарки вышел Мужчина с веником И говорит а сегодня будет передача Значит большое спасибо вам за передачу Подарил веник Я кстати очень прошу этого мужчину Чтобы он объявился Или написал Чтобы не думали что это типа красивый фейк Вы спросите зачем веник Информационный Как сейчас Но мы об этом позже поговорим Но мужчина с веником перед передачей Я считаю это не женщина с ведром И спасибо вам что смотрите И спасибо что десять раз мы вам нужны Мама моя Надя приехала Веник приехала Ну и просто вот к нашей юбилейной передаче На самом деле окружающая нас реальность Так поднапряглась и выдала ну очень большое количество Самых разнообразных Выкинула Да новостей Ну я начну с самой разнообразной Вчера значит вот 10 апреля После продолжительной подготовки Арсений Петрович Яценюк Извучил значит что вот он много хорошего сделал Он много рассказывал что он сделал хорошего Но потом сказал что по видимому он на какое-то время значит Типа это хорошее там оставляет продолжать другим людям А будет смотреть на свои задачи несколько шире То есть его теперь волнует избирательное законодательство Конституционная и судебная реформа Членство ВС, НАТО Ну то есть такой заплыв Я на самом деле пугаю Такой президентский заплыв И сказал пусть Бог помогает Украине То есть в принципе Ну не Порошенко же Очень странная заявка Вот эти по сроке И в общем как бы сейчас идут такие там сложные переговоры Все время интернет бурлит какими-то там новостями Про Саакашвили которого вот-вот там сделают главой администрации А Саакашвили сказал это все договорники Я волнуюсь что он скажет завтра я не знаю Почему завтра в 7 часов мы сейчас выйдем из эфира и будет его брифинг заявлен Луценко предполагается что он будет генеральным прокурором Если разрешат прокурору быть необразованным по специальности Вот годы отсидки пойдут в стаж профессиональный А Яценюк он сказал что он уйдет Но только при условии если отменят Вот признание его работы неудовлетворительной То есть вот ту оценку отменят И чтобы это было по собственному желанию И тогда народный фронт остается в коалиции Но Меркель сказала ему спасибо Байден сказал ему спасибо Да и мы ему говорим спасибо А наш телезритель Игорь Андреевич вот пишет нам А если отставка Яценюка это фейк Как проверить? А вы об этом не думали? Как проверить? Ну завтра и проверят Не думаю что мы же скорее Яценюк фейк То есть это переодели кого-то в тиран по телевизору Это был не Яценюк Я вам за недавно вам есть что сказать вообще по этому поводу Женя живет в Бутане Там в Бутане есть министерство счастья И он там служит Женя Это просто же ну вот повноважение Он бачит ширше Ниж повноважение керевника уряду Новое выборчивое законодавство Конституционная реформа Судовая реформа Коалиционный контроль за курсом нового уряду Международная поддержка Украины Куда же ширше я не знаю Это чьи повновочения? Может он хочет управление культурой Горсовета Это же очень опасно Не дождется Это очень опасно И вот на минувшей неделе Такие разгромные для Украины результаты На референдуме показали жители Нидерландов Мы проиграли Голландию Да ладно Ничего страшного Ну почему Это достаточно серьезная тема И сейчас главные вопросы Поиск виновных И уже прогнозы о будущем соглашении Кто же еще? Ну я не знаю Я считаю что на голландцев здесь обижаться никак не стоит Потому что на самом деле они голосовали не против Украины Они голосовали даже не против Порошенко Они голосовали даже не против украинских гастарбайтеров Которые приедут туда Они голосовали против всех гастарбайтеров Албанских, молдавских Я не знаю там Какие еще к ним едут И вот представить себе Что в эти чистые такие уютные игрушечные голландские улочки Начнут ходить грязные сапоги Гастарбайтеров И там не закрывающиеся двери Нужно будет закрывать И как-то прятаться Вот я думаю что это сыграло главную роль Понятно что они чувствуют Что вот этот окружающий их ЕС Он хуже чем Голландия Не говоря уже о том Что еще хотят к этому ЕСу присоединить Ну да и самая же такая большая проблема надвигается В июне по-моему Будет вот этот новый референдум Brexit Который с Британией связан И британцы скажут свое слово Хотят ли они быть в Евросоюзе Там вообще все под вопросом Быть ли Соединенным Штатом Европы Но при этом же Еврокомиссия сказала Что безвизовый режим уже вот-вот практически на мази На самом деле я не стал бы так убиваться По поводу этого консультативного А хочу убиваться Ну что очередной диагноз Апокалипсизировать Для меня ничего нового не произошло Они не знают где Украина на карте Ну так кто виноват То есть если под Луценко сделают закон о том Что он может быть генпрокурором Там с образованием непрофильным Ну под Украину тоже что-то могут Это что-то еще по поводу референдума? Не я просто говорю что мы вот все-таки знаем Там и про голландские сыры Про голландскую живопись И про то что там сегеи кровят Ну Кличко я думаю они уже забыли Там Шевченко тоже забыли То есть последнее что они знают это офшоры Поэтому и что там идет где-то война на краю России Поэтому ну в принципе Ну кстати вот о войне Вот я хотел продолжить тему отставок Но пишет же И пишет Петр Лобонок Ну я знаю этого человека Да я и знаю Тема такая Сейчас как бы перемирие Но в больницах все равно раненые Год полтора назад люди приходили к раненым Приносили многое что не дают в больнице Домашнее еду, белье, бритвенные принадлежности Просто общались, поддерживали Сейчас этого почти нет Это другие, менее героические люди Или они не наши Но на самом деле горькая Действительно как бы тема Нерв этот войны вроде Типа мы считается Отошло на периферию Слава богу По крайней мере в нашем информационном поле Хотя мы знаем что сейчас обострение Это Маренко и Авдеевка И опять у нас вой сирен Днепру то этот звук Ой как знаком Но на самом деле вот это вот Информационное растаскивание В том числе если будет время О котором поговорим Атомизация Нас в разные стороны То есть испытание В самый критический час Как бы я считаю Гражданское общество Вот так вот трагически Но прошло Как начальный этап Испытание вот этой вот ситуации Когда нас действительно растаскивает Когда там в каждом из нас Я может глубоко копаю Просыпаются какие-то слабости Когда оказалось Что многие действовали по интересам К сожалению сейчас Действительно это ушло И это очень горько Я не знаю как Петя вот ответит А что ну это же естественно То есть нельзя Все временно Жить в состоянии там Подвига и напряжения Это к сожалению Так Это жизнь там И надо просто в себе Держать Хранить вот этот вот уровень Который был Но я хочу просто К телезрителям обратиться Действительно И к себе Я испытал Прочитав это Как бы дискомфорт Потому что я все время К этому призывал И тоже собирал там деньги Что друзья Лежат раненые Лежат люди Сражающиеся за нашу родину Как бы не пытались сейчас Вот опустить Вот все эти завоевания Помните об этом И пожалуйста Я прошу Чтобы в нашу Конкретику В нашу программу Прислали на страницу Где прежде всего Я так понимаю Это больница Мечников И так далее Чем помочь Чем помочь Это нельзя А вот смотрите В заявленном перечне Павноважения Яценюка Нет ведь вопроса Урегулирования военного конфликта А это он у нас Этим никто не собирается заниматься И я так вот Чтобы закончить тему Евросоюза Я просто интересуюсь И очень интересные новости Появились на сайте Еврокомиссии 6 апреля Там представила Еврокомиссия Представила проект Который называется Сильные и умные границы ЕС И вот этот проект Будет работать По системе Вход-выход И обозначает это то Что на границах Евросоюза Появится Такой контроль Граждане все Въезжающие и проезжающие Внутренние границы Будут сдавать Биометрические данные Эти данные Будут фиксироваться На границах Вот если этот Подобный Или подобный Проект Оплатят В жизнь То возможно Какое-то облегчение Естественно После ратификации Этого Ассоциативного Документа Это с Украиной Нам будет Как-то легче Можно будет Проезжать Автоматически Там ваши данные Будут вноситься В какую-то систему Без наличия Даже пограничного Контроля Будем вызывать Положительную Ассоциацию Написал Ко всем Ходят слухи Что они там Все малахольные Это наверное Он голландцев Имел в виду Я так имею в виду Или может Это ее ценики Не знаю Но все малахольные Кроме сидящих здесь Трех человек Я тему отставок Менее громкая Отставка Может быть В мировом масштабе Но у нас же Тоже они происходят И кстати Там как бы Меркель И Байден Яценику Сказали спасибо То ли за то что был То ли за то что ушел А погребову Не сказали Первому заместителю Как бы Филатова На которого Информационно Все шишки Сыпались То есть на самом деле Как бы много домыслов Ну как много Это иллюзия Там журналисты Многие общественники И по найму И просто И по призванию И по профессии Считают что это действительно На самом деле 95% Может даже и не знали Как бы Об этом И о сути этого Но Конечно Очень вот эта болезненная тема Я думаю мы ее Сегодня продолжим По другому просто То что загоняется в схема Была одна схема Когда на погребов Сыпались шишки Типа весь негатив Там то и все Сейчас наоборот Значит другая То есть вот Получи народ Эту схему готовую Вот А сейчас схема Что один значит Человек из команды Типа вернулся Из мест Не столь отдаленных И стало тесно А погребов Типа мешал потоки То есть вот эту Упрощенную жвачку Мешал значит Тырить потоки И погребов Большой реформатор А теперь Того же погребов Которого поливали Все те же люди Они используют Как информационный повод Чтобы поливать других То есть на самом деле Достаточно И то что народ Вот хавает Извините за выражение Вот эти вот Упрощенные Вот эти жвачки Это очень убедно Мне очень На самом деле Нормальный В общем-то Демократический процесс В развивающемся Городе Я только хотела сказать Вообще назначение зама Достойно сказал Другой зам Который пока еще на месте Я очень уважаю Этого человека Равно как и погребов Вот он сказал Что погребов Действительно Все что он сделал Сделано там много Это важно При нем были продвинуты Действительно важные вещи Но в какой-то момент Все сломалось Или все сломались И отношения Дмитрий достаточно Бескомпромиссный человек И мы это действительно Можем подтвердить Еще как Я практически Такого бескомпромиссного Во власти не встречал Хорошо ли это или плохо Вот про умные границы Вот ты говорил Это как раз вот тот случай А Горсовет Там нельзя решить Как в бизнесе Ты решил все дело В Горсовете Ты решил на ИС-64 человека 63 плюс Гельфер Вот Депутаты Которые могут влиять На твое решение А потом оно видоизменяется Деформируется Но вот суть Того что Санжара Сказалось Что Если корабль плывет Правильную сторону Например на запад Он плывет на запад Хотя ветер Его толкает Из стороны в сторону То есть корабль Главное что плывет корабль Хорошо сказать И вот то что Действительно Из любого телодвижения Делают вот такой вот Апокалипсис По дурости Либо от скуки Либо по выгоде Разгоняют Вот это достаточно Жень Ну это о чем говоришь Что не хватает инфроповодов В городе Непропетровских Масса Нет Это нормальный Там информационный повод Ну там Дмитрий Вадимович Дмитрий был достаточно Ну таким Значительным человеком И он видел вот ситуацию Дмитрий Вадимович Жив и здоров Вот именно Я говорю в качестве Первого заместителя А если мэр решил Так Это прерогатива мэра Выбирали мэра Это его заместитель Ну я говорю на примере Я хочу сказать Что вот то что он Ушел с должности Первого заместителя Это его право То что он сложил Свой депутатский мандат А он точно сложил Да он сложил Свой депутатский мандат Тем самым Ну своих избирателей Ну лишив определенной Как бы поддержки И возможности Это ну на мой взгляд Такой спорный момент Ну опять же Это все Живая жизнь Живая политика Но надо не забывать Что и люди кругом живые Вот Я просто хочу Немножко продолжить Вот эту городскую историю То есть вот Сейчас есть информация Что вот это большинство Конструктивно Оно получит Очередное вливание То есть в нее Предполагается Что вольется Из жидкого превратиться В твердое Нет 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 Еще вот есть такая Фракция БПП Солидарность Теперь станет больше Тверше Да вот она должна Тоже как бы Войти Я надеюсь По крайней мере Слухами полнится земля И тогда Какие-то позиции Тоже укрепятся За счет достойнейших Представителей Этой фракции И дальше будет город Как-то двигаться Спорить По крайней мере Находить общий язык С мэром Депутаты Ну по крайней мере Оказывается Что у нас в городе Еще движуха какая-то Вот я прочитал Что Валентин Резниченко Это губернатор Вот он там Стретился с журналистами Вот так он вообще Сказал про депутатов Областного совета Что у каждого депутата На голове корона Они забывают Что попали сюда По партийным спискам Никто не хочет Внимать Суть вопросов А некоторые Вообще Симулируют безумие Вот Симулируют безумие Прямо на сессии Ну это он сказал Пока отношения Не складываются Но я смогу Договориться Я не буду Симулировать оргазм Вот у вас там Богатая сессия Предстоит Ну я надеюсь Что да Там же Вот заявлено Михаил Лысенко Сказал о том Что будет Переголосование Уже за бюджет Недолго прожил Проголосовавший Из-за структуры Я так понимаю Тоже наверное Из-за того Что 120 миллионов Выделили на парк Это очень много Проектов Реконструкции парка Как были в старых Советских этих Я в парк Да И все директора парка В шоке Они говорят Как же мы будем их осваивать Мы их не освоим Эти деньги Потому что времени будет мало И директора директоров Я думаю парков И вот теперь срочно Эти 120 миллионов Нужно будет переголосовать Ты знаешь куда Голосовать Куда деть 120 миллионов Мы найдем Это сложно Но я думаю Что нам Общественники помогут У нас в городе Очень много общественников Которые знают Куда какие деньги И тротуаров разрушенных Да Коротко Игорь Шуртов Некий спрашивает Когда новые памятники А Женуль Это он не к тебе Не ты Женуль Нет Явно нет Мы еще поживем Игорь Руль Считайте что я ответил А Женюль может быть То есть я не знаю Будет и проголосование За бюджет Я хочу вещи более важные Сказать И где бюджет На мой взгляд Все таки больше А важнее есть вещи Да не о колециане Не о фшоре Не вот эти все Четыре Будет рекламировать Одну компанию Да и так далее Компанию Я о настоящем Хочу сказать Вернее о будущем В настоящем Спейс Икс Запуск же совершил Действительно Ракета Первая ступень ракеты Села на плавучую платформу Звучит вроде как Некая заумь Но это действительно Прорыв Это очень серьезный прорыв И хочется говорить об этом Это американская компания Илона Маска Производитель ракеты Я же сказал рекламу Да вот Ракета Falcon 9 Да Они же в принципе Задачу маски Продают эфирное время Колонизация Марса Я хочу Короче говоря Четыре попытки У них до этого было Давайте вот посмотрим Четыре неудачные попытки Первая попытка Посадить на платформу В океане Она просто Попадает в платформу Это уже большой успех Но взрывается Вторая попытка Сели на платформу Замирает Но заваливается Взрывается Третья попытка Потом была еще Когда стойка ступени Не была Закреплен Я просто хотел отвлечь Вас Насущно Будешь Не закреплена должным образом Ракета упала Четвертой попытки Видео нету Там просто топлива Не хватило И вот 8 апреля Была пятая Успешная Историческая попытка Вот пока ее показывают Это еще Третья Вот Историческая попытка Это Села Поздравляю Сложнее чем Посадить на землю Но зато нужно Меньше топлива То есть ракета Может Это многоразовая Ей взлетела смысл А морского Не нужно Возвращаться обратно То есть Это снижает Стоимость запусков Действительно в разы И это В десятки и сотни раз Это действительно Очень большой Серьезный прорыв И можно такую ракету Использовать до 20 раз И это дорогого стоит Дороже чем Все вообще А еще первая украинская компания Получила права И я специально перевел Разговор на эту тему Потому что о противном Еще мы поговорим Не Ну если мы уже поговорили Заговорили О небесном И поднебесном Да Я хочу сказать Что приезжал к нам Патриарх Значит Украинский Да Святейший патриарх Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет Да Михаил Денисенко В миру Ну это очень Известный такой Человек Он в свое время Был исполняющим Обязанности Патриарха Ну Московского Патриархата Ну Голосованием его Как бы там Прокатили Ну такое было Голосование Поэтому он сейчас Вот Возглавляет Киевский Патриархат Он приехал И осветил здание Будущей епархии Киевского Патриархата Замечательное здание Было в 90-х годах Построено Ну Многие Наверное Не многие Но может быть Кое-кто его помнит Как Невропетровский Кожвен Диспансер Артема Или Сечевых Стрельцов Триа Там было много Прихожан Но сейчас Я надеюсь Нездоровых Нездоровых Но сейчас Я думаю Что там Будут приходить люди И душевное здоровье На самом деле Красивое Очень здание Очень красивое Но конечно Оно в ужасном состоянии Вот ты в комиссии По культуре Деньги А я типа Как бы внештатный советник Мы же с тобой Не допилили еще Вот Просишь деньги На культуру Да То есть рассказывать Как это тяжело Ты поучись Я специально Приготовил видео Долго говорить не буду Вот как Как надо Возьми на вооружение Вот это Как надо просить Деньги на культуру Без комментариев Уважаемые солидные Извини пожалуйста Приветствую С самыми наилучшими пожеланиями В просьбе хочу обратиться Небольшой Чисто по человеке Вот сейчас Для проведения Культурных мероприятий В коллективе С участием ДАМ В общей сложности Не хватает Всего 37 рублей Не такие деньги Чтобы я мог разбогатеть Но в данный момент Они необходимы Для всего Веселого И дружного коллектива Спасай положение Хорошо Хочу сказать Что героем этой недели Был Евгений Хорошилов Начальник управления Культуры Потому что Одна как бы Общественная Организация Написала О нем Такую статью Ну почему Называй Какая Я не хочу Это же как бы Ну просто Уважаемая Вроде бы Общественная Да До этого Уважаемая Организация Написала Что у него Там 4 квартиры Что он там Свадьбу Значит Какую-то Немеренную Отгрохал Ну в общем Которая потрясает Да Мне понравилась фраза Что свадьба Днепропетровского чиновника Которая была 5 лет назад Потрясла Украину Это супер Газета правда Просто Укурит Вот перед таким Этим самым Ну значит Мы Короче говоря С Гендиным Возмутились Что у нас Есть такой знакомый Который Вот это Вот там По Мальдивам Значит В 4 квартирах Думаете Может он опять женился Да Не может быть Не знаю Ну короче Съездили к нему в гости Вот Сейчас они рассказывают Да Что мы пили бюджет Тут на самом деле Что гнусная Как в чем же штука Гнусная Вот такая подлая Вот и кочунственная Что схема такая Вот Типа Общественная организация Вываливает Кучу всего Что оказывается То есть никаких там Их двух квартир Киевских Не оказалось И взнос Ну то есть Это был другой Хорошилов Да Они уже этот косяк Как бы сами Сами признали Ну это элементарные вещи Да Плюс И по другим квартирам Все понятно Сегодня же на самом деле Хорошилов там собирал людей Никто из тех Кто вывалил Ну кроме Одного средства массовой информации Пришли два средства массовой информации Представители вот этой организации А человек готов В прямом эфире Ответить Но тут же схема другая Вот вывалить Запечатать это в схему Понятно Что чиновник В заведомо Невыигрышном Положении Выли грязь Вот и оправдывайся Я не знаю Что может Позволить себе процедуру Я считаю Раньше были дуэли Что он должен блеить Как бы хорошо Я считаю Он не знаю Захочет Не захочет Потому что такие вещи Нельзя вот это киллерство Нельзя молчать Нельзя прощать Вот эту спекуляцию Нельзя спекулировать Позволять на вот этих вот штампах Я писал На народной ненависти Ведь в чем же вот эти все штампы Система типа сопротивляется Рука руку моет Авторитетные советники То есть все Подается жвачка Хавай народ Слава богу народ В общем то А в чем причина У нас разный Нужна должность Думаешь что да Ну там на парке Сколько заложено Они же еще не знали Таких уже забрали Они же этого не знали То есть это каша Красивая и съедобная Для людей вот это делается Для меня самая боль Этой ситуации Вот и кощунство Это то что это Дискредитирует Реально идею очищения Вот выстрадут В том числе Пусть чуть-чуть Пусть самую капочку Но и мной Хотя зачастую Это там заказ Ничего личного Но радует Действительно Что в Днепре Вменяемых людей Вот с уважением Не питающихся Вот информационного Отпада И все таки И швондерщина Большинство Потому что да Безусловно Как у любого чиновника Там есть косяки Да безусловно Это наш товарищ Безусловно Там Мы работаем Мы работаем Мы сотрудничаем с ним Мы много лет знаем Но мы знаем Как он живет Какими стандартами жизни И так далее И все это с квартирами Оказалось Как бы Ну действительно Там полной туфтой Свадьба Пятилетней давности Вот это То что Вот вывалить А типа Оправдывайся То есть обратная сторона И дискредитация Болевой идеи Вот мне она Очень как бы К сожалению Реализация Я о культуре могу еще сказать Что на культурных фронтах Бои еще Например Училище культуры Да Наша Днебробетровская Там тоже бои Там вот Есть директор училища Там Вячеслав Рыжов То человек С которым у нас Разные политические взгляды Ну он директор Он там Достойный Опытный человек Он тоже наш товарищ Ну в каком-то смысле Да И он в свое время Выиграл выборы директора Другому человеку Который эти выборы Проиграл там В сто раз Там по голосам Ну этот человек Там стал депутатом От одной партии В областном совете Где все носят корону Вот И короче говоря Сейчас просто зачморил И затравил Вот это областное Училище культуры Значит Какими-то проверками Какими-то там Люди Плачут в фейсбуке Там 50 человек Стоит и плачет Оставьте нас в покое Товарищ Забара Вот Тоже вот культура Ну тем не менее Столько ударов Нет Ну давай Хорошие может быть Противно Просто я еще раз резюмирую То что вот игра идет Действительно На вот этих схемах На этих плебейских струнах Хорошилов там отобьется Ему есть на что это ответить Мы там отобьемся Понятно что стали То есть Но вот этого действительно Игра На вот этой схеме Там типа ненависть чиновников Вывалили Ты там то-то Ты это Ты все Ты педофил Ты 18 квартир У тебя свадьба В 2012 По каждому пункту Я считаю Он должен ответить Какие-то косяки найдутся Но Ну в принципе Культура все равно Всех переборет Правильно? Давайте прогнозы Какая сфера попадет под удар Я не знаю какая Я знаю какая переживет всех Я вот просто хотел Чтобы Ну немножечко Ну 15 числа В оперном театре Будет премьера Травиаты Это опера На которой работал Юрий Викторович Чайка И вот премьера Которая состоится Я всех приглашаю Просто Был такой флешмоб Достаточно интересный В городе И просто Оперные певцы Вышли И спели для людей Которые просто вот ходили Там делали какие-то покупки А есть фрагменты? Если можно Вот покажите Что Левиаму Левиаму Хмелетиколичик Наберет Саинфьера Тупли Левиаму Мавчонки 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 Раз уже такая пьянка По культуре То заканчивать передачу Тоже культурных событий Я больше хотел сказать Потому что у меня действительно Эта ситуация накипела То есть На все вопросы Я ухожу из эмоциональной сферы Есть вопросы Прокуратура Суд Прочее А то есть Жвачку информационную Втягиваться в этого Прокуратура Тангелуценка? Всегда Втягиваться Один раз ответили Это действительно Резонанс Конечно Но понятно Что это дискредитировало Немножко организацию Я надеюсь Я опять буду Все таки ее уважать Если она признает Свои ошибки Равно как хорошо Или хотя бы не допустит Новых Да Или хотя бы Новых не допустит Еще из событий Приезжает Я очень рекомендую Друзья Земляки Приезжает 14 апреля Хороший Писатель Нашей современности Как это не громко звучит Павел Паштет Белянский Он был интересен Известен Вот в сети Как Паштет Украинский У него был блог В живом журнале В начале Он назывался Наблюдая жизнь За градки А градка Кладбищенская Потому что у него Небольшая ферма Которая там готовит Я не рекламирую Надгробие Надгробные памятники Он химик по образованию Работал журналистом В Днепре Но он Как-то шифруется Я не буду Про Днепр Говорит Скажет на встрече Пишет совершенно Классные зарисовки То есть действительно Цикл называется Я работаю на кладбище Веселое название Такое Он говорит Что я это воспринимаю Как психологическую разгрузку Я очень вам советую Пойти и разгрузиться тоже Потому что действительно Расскажи где Это сегодняшняя Классная Качественная Живая литература Тем более я модератор Этой встречи Как я сегодня узнал Это мне доверено Разгрузитесь Значит 14 апреля Четверг Что интересно Областная администрация Третий этаж Только Борис Неченко Не встретить Конференц-зал Там можно пообщаться С автором Купить книгу Автограф Там кстати Будет еще несколько Топовых блогеров Разных По секрету Скажу Но я действительно Подписываюсь Не боюсь здесь Потерять репутацию Я никогда ее не боюсь Потерять Что это будет классно Это к чему Ты про репутацию Есть угроза Твоей репутации Нет У меня сейчас постоянно Как бы ее тычут Типа Все нормально Авторитеты Покрывающие схемы И культуры И так далее Я думаю Что все будет в порядке Ну Бурная неделя предстоит Да Я думаю Что эта неделя Будет какая-то Очень такая Судьбоносная Для Украины Потому что И премьер И возможно Новый премьер И Порошенко Угрожает Если не будут Коалиции И пересмотр структуры Горсовета И баждет И травиата Представитель президента Сказал о том Что если не будет Коалиции Порошенко заявляет О том что распустит Этих неродельных депутатов До конца недели Распущен А потому что Мы живые люди У нас живая передача Потому что Потому что У нас есть Профессиональный журналист И есть два обывателя Которые А ты все время Ходишь пешком И никак вот с парковками Эту тему Мне приятно было Увидеть еще раз Спасибо за теплые слова Которые говорите Которые вы пишете Мы ориентируемся На то что у нас Много хороших людей Включая некоторых Сидящих в этой студии У нас закончилась передача Ждем от вас обратной связи Спасибо за внимание Я думаю что на сегодня Все Может быть Сверхэмоциональным Мы сегодня говорили Что будет следующий раз Спасибо за внимание Оставайтесь на 9 канале До свидания Всего доброго До следующего понедельника Субтитры сделал DimaTorzok